Украине, героям слава! Конкретно я попала в автозак первый раз 7 октября 2012 года, после акции проводим дедушку на пенсии, я подарила ему клизму синенькую на пенсии, чтобы пользовался. Уважаемый Владимир Владимирович, насчитайте доказательств! Девушки, насчитайте доказательств! Уже сняли! Не куда угодите! Покет поймайте! Покет поймайте! Последнее за 12 августа, когда нас избили и пытали в ОВД Пресненском, ну да, в общем, там была, конечно, жесть по полной программе. Мы пришли туда поставить просто свечки, там ничего, даже никаких плакатов не было, и они начали всех, второй опер-полк начал вдруг всех винтить. Мы требовали законности, то есть, чтобы время доставки в журнал занесли, как это положено-то. Ну, закончилось это все вот такой вот жестью, что нас оставили вдруг совершенно неожиданно, уже пообещав отпустить. Мы согласились им написать там объяснение. Потом нас уже в коридоре развернули и оставили на ночь. Этот вот начальник ОВД Пресненского, толкач Андрей Владимирович, вот так вот решил, команда ему, видимо, поступила. У нас нет никаких прав, нет никакой защиты от правоохранительных органов. Украинцам, солдатам, донецким киборгам. Батальону Айдар, где у меня очень хороший друг, как минимум один. Батальону Донбасс, где у меня друзья. Тремайтесь, родненькие. Слава Украине, героям слава. Екатерина, скажите, меняется что-то сейчас в сознании россиян, ну или москвичей? Есть понимание того, что происходит настоящая война между Россией и Украиной? Ну, на самом деле, у нас идет зомбирование очень мощное. Обыватели смотрят зомбоящик в основном. И в интернете, в том числе, там полно ваты и, ну, ватников, в смысле, которые вот по полной программе поддерживают все эти ДНРы, ЛНРы и прочее. И которые вот считают, что действительно это вот мировая закулиса, что это вот какие-то пиндосы. Вот здесь вот пытаются как бы остановить свою власть и прочий бред. И вот дело в том, что пока есть хлеб и зрелища, ну, плебсу что нужно? Хлеба и зрелищ, да? Вот когда хлеба не будет, точно так же, как сейчас вот начинают выходить люди в том же, пардон, Лугандоне, в Донецке, да? Голодные бунты. Вот у нас они скоро в России начнутся, потому что в России происходит геноцид собственного населения. Во всех сферах тотально происходит вот отказ государства от социальных обязательств перед своим населением. У нас происходит такой бред дикий. Зато Крым наш. В основном страна живет за счет феодального натурального хозяйства. Зато мы будем платить за дворцы и шубохранилища Ротенберга, за то, что конфисковали в ходе санкций у наших этих проворовавшихся олигархов из партии жуликов и воров под названием «Едим Россию». Зато за это за все будет платить народ, а так же за этот Крым наш, прости господи, за Лугандон, за эту войну. А вы коренная москвичка, Екатерина? Нет, я не коренная, но я родилась там в глубинке России, да, в Москве я живу больше полжизни уже. Просто вы так свободно апеллируете словами, которые чаще всего услышишь здесь в Украине. Вата, Сефары, я поэтому спросил. Колорады. Колорады. Я ведь понимаю, что это не просто, Екатерина. Не просто высказывать в открытую свою гражданскую позицию. Ну, помните, спросите Булгакова, вот правду говорить легко и приятно. На самом деле, в тот момент, когда говоришь или поешь в автозаке «Ла-ла-ла-ла» и так далее, я не буду в эфире полностью харьковчанку эту озвучивать. Замечательная песня, мы ее часто поем в ОВД, в автозаках и далее везде. Вот, но после того, как ты это говоришь, да, действительно все это опасно. Например, ровно позавчера мне разрисовали в центре Москвы мой подъезд огромным портретом Степана Бандеры. Прямо вот в подъезде у меня флаг правого сектора на стене. И на полу перед моей дверью желто-блокитные две полосы, чтобы люди по ним ходили вот буквально, да, флаг Украины на полу. И на двери провокационная надпись «Спасибо за поддержку». То есть, ну, понятно, что это сделали колорадские активисты, я там не знаю, кто там они, НОД, который финансирует и содержит господин Федоров, депутат Госдуры Российской Федерации. Или кто-то там еще из этих колорадских «Ура-патриотов». Вот, это было сделано для того, чтобы испортить мне жизнь, и это им, безусловно, удалось, потому что теперь все соседи, естественно, она, хотя это все сразу же и закрасили, сразу примчалась тетка из управы, ой, сейчас будем все убирать, все, это же экстремизм, правый сектор у нас на медне признан Конституционным судом экстремистской организации. Поэтому они быстро это все замазали. Но соседи ходят и спрашивают меня, а вы фашистка, да? То есть вот так вот. Я говорю, ну вот настали те времена, да, кто там говорил, Черчилль, когда фашисты будут называть себя антифашистами. Вот это у нас сейчас вот ровно так вот и есть.